Как заработать 3000 долларов без риска на Jumpstart от биржи OKX? В этом видео поделюсь с вами своим оптом и расскажу про три проекта, в которых я участвовал, расскажу сколько заработал, сколько времени это заняло и как вы можете получить доход на ту крипту, которая у вас уже есть, при этом абсолютно ничем не рискует. Пару слов о том, что такое Jumpstart. Jumpstart — это лаунчпад на бирже OKX, то есть это мероприятие, которое проводится перед листингом новых токенов. В чем заключается его суть? Вы берете свою криптовалюту, которую уже холдите. Например, это биткоин может быть, эфир, а также это может быть биржевой токен OKB от биржи OKX. Далее вы кладете эти токены в стейкинг на три дня, и за эти три дня вам начисляется криптовалюта, которая, собственно, проходит сейчас Jumpstart на OKX. Вот последние три примера — это криптовалюта DMAIL, это криптовалюта ZETA и это криптовалюта GPT. В каждом из этих Jumpstart участвовал и сейчас поделюсь с вами своим опытом. Ну и прежде чем мы перейдем с вами к разбору Jumpstart, напомню, то, что для участия в подобных ивентах вам в любом случае потребуется аккаунт на бирже OKX. Если у вас аккаунта еще нет, переходите по ссылке под этим видео, создавайте себе аккаунт. Там для вас будут доступны максимальные бонусы, которые сейчас предоставляют биржу OKX за регистрацию. Сама биржа входит в топ-3 по объему торгов по данным сервису CoinMarketCap, и лидирующие срочки занимает по обеспечению позиций своих клиентов. Более 15 миллиардов долларов обеспечения, подтвержденных через Proof of Reserve. Очень биржа крутая, надежная. Переходите, создавайте себе аккаунт и торгуйте с кайфом после того, как заработаете еще один на Jumpstart от OKX. Ну а теперь разбираемся подробно с каждым проектом, который проходил на Jumpstart, и рассказываю, как вы можете в дальнейшем на этом заработать. Первый проект — это проект DMAIL. Вот мы увидим то, что у нас всего было 6 миллионов DMAIL распределено. Максимальная APR за все время 1126%, то есть в пике можно было забрать 11XO. Что у меня было с DMAIL? Я туда закинул порядка, по-моему, 5 или 6 тысяч долларов в токенах OKB. Я просто халжу токен OKB. Мне кажется, что OKX — это перспективная биржа, и ее токен на бычке даст нормальные X. Я положил эти деньги, соответственно, здесь в стейкинг. Мне за это начислили что-то там, какое-то количество вот этих токенов DMAIL. Потом прошло пару недель, соответственно, токен вырос, и в пике я его продал что-то около 600 долларов. Я вам сейчас скрин прикреплю на монтаже, как это было. Дальше, следующий проект, который здесь есть, это проект Zeta. В него я закидывал уже чуть больше OKB, порядка там 10 тысяч долларов я в него кинул. Он принес мне, опять же, какое-то количество токенов. Я сейчас наизусть не помню, вот на монтаже сделают ставку. В итоге Zeta выросла, по-моему, с момента листинга еще на 2 или 3 икса, и я ее продал порядка полутора тысяч долларов. Дальше что было? Дальше был токен GPT. В GPT я закидывал по максималке. То есть, смотрите, там фишка какая? То, что когда вы провалитесь в Jumpstart, у вас есть здесь возможность стейкать биткоины, да, то есть, вот видите, пул стейкинга биткоина. Можно было положить до 0,2 BTC, то есть есть ограничения. И вы можете положить также эфиры в стейкинг. То есть, вот видите, у меня за стейкинг эфира мне начислили 1000 GPT, соответственно, за битки мне начислили 930 GPT. Да, вы можете сказать, блин, у меня нету там столько битков, у меня нету столько эфиров. У меня ничего нет. Ну, здесь момент какой, смотрите, если у вас их столько нету, вы можете со стейкой столько, сколько есть. Просто если, например, за стейкинг вот этого GPT за 3 дня мне начислили порядка 1000 долларов, опять же, нам сейчас скрин сделают на монтаже, то вам начислят, например, там не 1000 долларов, а 100 долларов. Но смысл здесь какой? То, что за 3 дня абсолютно без каких-то рисков можно сделать прибавку к депозиту 5%. Ну, для тех, кто немножко в теме, он понимает, это реально многое. Учитывая, что это там не трейдинг, у нас нет никаких рисков, мы торгуем на надежной бирже, то есть мы не торгуем там какими-то щитками и не стейкаем всякое дерьмо. Ну, это реально очень хорошая прибавка к депозиту. При том, что здесь нет абсолютно никаких технических сложностей, здесь не надо подключать сотни разных кошельков и так далее. Вы просто создаете аккаунт NoKX, напомню, ссылка находится под этим видео. Дальше пополняете, соответственно, свой аккаунт NoKX. Если вы еще этой биржей пользоваться не умеете, в подсказках я вам оставлю инструкцию. Там будет подробная инструкция по тому, как пополнить биржу, как там обменивать крипту, как покупать разные токены на споте и так далее. И также ссылка это будет в подсказках. Поэтому, учитывая, что здесь все максимально просто, нужно просто прийти, положить свою крипту и забрать деньги через 3 дня. Мне кажется, способ действительно достойный. Круто! Да это ж круто! Кстати, если вы уже смотрели видео у меня на YouTube-канале, я ранее рекомендовал участие в Jumpstart, точнее, рассказывал, что я участвовал в Jumpstart и видели посты, например, в моем телеграм-канале и участвовали непосредственно в Jumpstart, то поделитесь вашей обратной связью в комментариях. Мне интересно, сколько денег вы заработали за прошлые 3 Jumpstart на OKX. Ну и напоследок, давайте поделюсь с вами небольшим лайфхаком. Как вы можете зарабатывать на Jumpstart, не имея даже у себя биткоинов или не имея у себя эфиров. В чем здесь суть? То, что когда у вас есть битки, эфиры, либо токены OKB от биржи OKX, которые, они все равно волатильные. То есть биткоин может как вырасти в цене, так может и упасть в цене. На моем примере, когда я стейкал 0,2 биткоина, я положил их, они стоили типа 10 тысяч долларов, через 3 дня я достал уже сами биткоины, стоили 11,5 тысяч долларов, потому что был мощный памп на битке. Я, если честно, я обрадовался. Но могло быть и наоборот. То есть могло 0,2 биткоина из 10 тысяч долларов превратиться в 8 тысяч долларов, если бы он скорректировался вниз. Не-не-не-не, это вообще не наше. Как этого избежать, вот этой вот просадки на коррекциях и как не зависеть от волатильности? То есть как стейкать, по сути, за стейблкоин? Мы переходим с вами в раздел Earn. Здесь у нас есть раздел займы. И здесь мы можем с вами оформить гибкий займ. То есть мы можем с вами выбрать сумму займа, которая нам нужна. Ну, например, мы вот хотим с вами занять там, например, 0,2 биткоина, да, скажем. Вот у нас с вами 0,2 биткоина. И здесь мы выбираем, что мы оставим с вами в залог, да. То есть мы можем с вами нажать то, что мы оставляем в залог USDT. Мы сейчас не будем с вами вот прям точечно этим заниматься, да, потому что у меня здесь сейчас на балансе мало тезеров. Соответственно, он не дает оформить большой займ. Но, по сути, мы могли бы с вами оформить залог примерно под 15 тысяч тезеров. Мы могли бы безопасно взять 0,2 биткоина и не зависеть от его волатильности. Нам без разницы, куда она там пойдет. Вверх, вниз, справа, влево. Мы просто взяли у биржи деньги в долг. На эти деньги положили активы в стейкинг. Забрали свои деньги. Заплатили там бирже какой-то совсем небольшой процент. И, соответственно, пошли дальше заниматься своими делами. Следующий важный лайфхак, как не пропускать джамп-старты от биржи ОКХ. Для этого необходимо подписаться на наш замечательный телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Когда проходят подобные мероприятия, я стараюсь их в телеграм-канале освещать. Также, помимо джамп-стартов, там много обзоров по рынку, моих сделок, полезных подкастов, статей, видео и так далее. В общем, на телеграм-канал, посылка под этим видео подписывайся. Как только будет следующий джамп-старт, там будет об этом отдельное уведомление. Вы сможете зайти и поучаствовать. Ну и прямо сейчас, для того, чтобы не пропустить следующий джамп-старт и не суетиться, потом рекомендую вам сразу же создавать аккаунт на бирже ОКХ. Ссылка под этим видео. И, в принципе, попробуйте поторговать на бирже ОКХ. Биржа тоже крутая, удобная, кайфовая, надежная. И у меня разделение по биржам какое. Я на Байбите, как правило, торгую на фичах, на ОКХ. Мне больше нравится спотовый терминал. Он здесь более удобный, более продвинутый. Здесь, в принципе, больше активов на споте. На этом мы с вами на сегодня прощаемся. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях под эти видео. Если видео было полезно, не забывайте ставить лайк. И до скорых встреч.